да смотри значит еще раз по поводу стратегий и так далее мой личный опыт просто показывает что нет смысла особенно если это касается форекса если еще с акциями там я могу послал послушать людей которые рассказывают что да там надо читать это новости что акция может двигаться связи с тем-то и тем-то и тем-то это самые успешные люди они собственно всегда работали против тренда просто этот тренд и должен разворачиваться пихи периодически но в данном случае вот например то что я показываю тебе сейчас вот эти еще спать покажу просто одной из стратегий который называется вот три англ битрой англ я даже не помню когда ее записывал но ее основа концепция и ее его база вот основана на концепции что мы покупаем против тренда то есть мы работаем с точки зрения против грубо говоря покупаем на продажах и продаем на сел на на покупка мы работаем вместе с маркетмейкером потому что не не никак по-другому этот рынок собственно не может существовать потому что по-любому кто-то должен выкупать когда кто когда все падает и кто-то должен продавать когда все растет и этот кто-то он всегда в плюсе если у него достаточно а двух факторов времени и б собственно второго фактора это денег на то чтобы это делать но с учетом времени время зависит от того сколько у тебя денег и только от этого а количество денег собственно в мире не ограничено поэтому эти брокеры скорее всего друг у друга просто тупо перекредитуются то есть грубо говоря если более мелкий брокер видит что он эту позицию может не выдержать сам да он просто перекредитовывает эту позицию у более крупного брокера и так далее я бы так делал такая логика но неубиваемость этой темы в принципе она связана вот с этими двумя факторами с наличием времени в как то которого у тебя даже должно быть достаточно а времени у тебя будет достаточно только после того и только в том случае если у тебя достаточно денег на то чтобы продержать любое количество достаточное времени чтобы этот рынок закрыть против тебя но в данном случае смотри вот они закрывают сейчас посмотрим какую часть рынка вот они закрывают где-то уже почти третью часть рынка на видишь 25 27 по 30 процентов отката как от этого тренда якобы они сделали здесь можно конечно ломать копья можно строить какие-то там линии можно становиться вот здесь на бай например если они куда-то пошли можно рисовать там каналы вот такие но все это будет концептуально неверно по той простой причине что сама базовая концепция она здесь вот мне здесь надо продавать ну потому что ну по-любому откат чтобы кому-то купить надо кому-то продать вот здесь внизу да мой робот он все время покупал он там микролота не покупал там да вот видишь они просто на статистику вот сейчас нажму мы посмотрим какая была просадка против прибыли сегодня это вот сегодняшние данные да вот максимальная просадка здесь было 5 долларов 18 пунктов движения но максимально 125 пунктов движения точность входа у него очень хорошая точность входа не нужно давай сделаем так я сейчас это все закрою хватит 100 процентов и я покажу тебе чтобы сделал робот сейчас вот мы уже эту прибыль получили опять же в день например для депозита 5000 долларов этой прибыли уже более чем достаточно 90 баксов там да и так далее можно было бы оставлять еще на день она бы там где-то в этом диапазоне до 100 баксов наверно дошло но смысл в чем давай нажмем просто эту кнопку и посмотрим что он сейчас откроет вот и нажимаю на кнопочку посмотрим что у него в работе будет на открытие позиции смотрим вроде бы нет никакой системы видишь евро канада фунт канада ну немножко здесь да по канале что-то якобы да но так в то же время фунт йена фунт доллар доллар франк никакой системы вроде бы нету давайте посмотрим на эти графики видишь в чем системность он их внизу внизу он набирает он эту позицию ждет внизу и правильно делает идет то есть идет перекупленность перепроданность на это все гораздо проще вот оно росло сейчас она начинает падать он будет покупать в данном случае мне не все нравится не по всем графикам я доволен но в конечном итоге это все не имеет никакого значения доволен я или нет потому что сама базовая концепция она основана на том что при наличии у тебя минимально достаточного депозита да и достаточного количества времени а в нашем случае это может быть связано с тем что плечо чем выше твое плечо тем меньше у тебя времени на порезвиться потому что это плечо тебя убивает поэтому если бы это были просто все твои деньги с нулевым плечом или с минимальным плечом это вообще бездисковая игра это ну потому что да за счет кроссов вот этих всех он средний в этом роботе применена концепция очень простая она основана на том что высчитывается от суммы которые у тебя на депозите автоматически высчитывается вот эти вот латы минимальные где-то будет один микролот где-то будет 10 микролота зависимости от того какой тебя там депозит также стоит ограничение по количеству позиции которые машина может открыть одновременно ты можешь поставить 5 одновременно пар разных она сама там их найдет нож поставить три пары можешь поставить 10 по вот это уже ты играешь со своим как бы временем с тем временем которые ты можешь себе позволить например в начале недели я бы ставил например 5 пар а начиная с четверга может быть вообще четверг четверг дорогой день как известно пятница вообще потому что все будет перетекать на следующие на выходные эти риски никому не нужны вот и собственно сам самая простая на всем том что растет с продажами но просто это надо делать грамотно элементарно записал простейшую формула в тот же робот это можно сделать мт4 в данном случае у меня это сделано на таймур а про чем хороша таймур а про что здесь все таки все посимпатичнее покрасивее есть сканеры и так далее хотя повторяю это все великолепие не нужно то есть если бы тут вообще не было графиков и причем в чем смысл концепции лишь она практически сразу переходит в плюс сразу же потому что как бы она вот вот как в данном случае видишь эта позиция вот она открыта они как бы стремятся вверх а она сейчас идут вниз до общий график вверх стремится поэтому как бы она сразу же практически переходит там только на минуте до сейчас и . ты сейчас она кремится все равно как бы открывается против тренда в сторону тренда ну то есть здесь поэтому эти цифры практически сразу за редчайшим исключением переход плюс и опять же это связано с тем что еще идет выборка по ну это же позиции рак разным парам открывается поэтому если где-то например если вот по этой паре мы и увидим движение откат например хоть вот сюда прям вниз ничего страшного потому что мы можем увидеть все равно 0 или плюс по прибыли по дню за счет прибыли по другим парам которые все равно следуют концепции концепция очень простая если все пропадает надо покупать если все растет надо продавать это самая простая концепция единственное что этого нельзя делать в те периоды времени когда есть что-то глобальное на рынке какие-то новости очень таки еще выгоднее просто надо смотреть насколько у тебя качественный брокер то есть если это дуко скопе как в нашем случае да нас это не должно волновать собственно там все будет все будет исполнение до исполнения будет порядке и просадок проскальзывание будет минимальное но в любом случае опять же новостные дни четверг пятница ну можно с ними не работать вообще потому что во все остальные дни вот это вот вяла текущая волатильность она будет отработана машинкой просто тупо потому что по другому никак не будет графики вот эти не нужны индикаторы не нужны во abs че понимаешь level 2 не нужен давно никому сканеры не нужны паттерны не нужны нужно глобальное концептуальное понимание рынка как он существует то есть приведу пример если например мы находимся в фазе объявления о том что brexit например в английский да там они там переносит или еще что-то то из этой всей системы надо просто вот отсюда исключить все пары связанные с фунтом ну потому что это некорректно система должна система должна работать в плюс она будет работать плюс когда в среднем нет ничего глобально текущего глобально сильного тренда какого-то связано связанного с какой-то новости потому что тот же фунт может например если там что-то не так он может две недели подряд падать без остановок но это не надо как как это было в истории нам это не надо но это все зачем тебе как даже не трейдеры даже не оператора как человеку надо следить то есть вот здесь вот почему вот стоит фунт фунт стоит ведь не ус видишь потому что можно собственно почитать о чем там что там происходит на в каждом конкретном случае посмотреть url того что там происходит почитать ну то есть надо достаточно bloomberg посматривать там грубо говоря раз в неделю вот если бы я сейчас это делал отвечая на твой вопрос да я бы делал вот так потому что работает концепция если концепция построена неправильно никакие никакие паттерны никакие теории внутренние они никакие системы никакие роботы они не помогут что концепция неверно изначально если концепция концепция твоя верна базовая что это не велосипеда самолета это самолет например они пони вообще понимаешь то тогда она не может не срабатывать она не может не давать тебе прибыль и действия повторяю можешь должен настраивать два фактора это время и деньги и чем больше у тебя денег тем меньше ты обращаешь внимание на время чем меньше у тебя денег тем больше ты зависишь от временного фактора в том числе ну да потому что то верна и там да 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 вот эти все приколы нам не нужны вот тебе концепция 2019 года если бы я сейчас начинал причем да возможно какие-то периоды что когда-то у тебя-то там будут и там не попал и прям все прям против тебя ну ты можешь там поставить себе лимит вот здесь у нас есть возможно установить лимит потерь дня например да вот мы там 90 долларов сегодня заработаем и поставь себе там 200 долларов лимита потерь дня но у тебя этот лимит будет срабатывать раз в тысячу лет если ты там ну просто сильно невезучий если тебя если у тебя правильно установлен такой такая вещь установлена правильно как входной нот элементарно но и то есть маним маним менеджмент считается машины в зависимости от того какая ситуация по твоему депозиту то есть здесь все построено так что все считается автоматом от суммы депозита то что я сейчас называю робофорекс то есть фактически никто ничего не ищет нажимается на кнопку утром там грубо говоря она себе там это волатильность отрабатывает можно поставить take profit например можно поставить на 5 плюс 50 и закрыть прибыль но я бы этого не делал потому что опять же она может например плотненько улететь и на 120 и на 200 и на 300 потому что сама позиция такого вот как как вот с этой линии мы делаем то что здесь вот происходит вот с этой линии мы покупаем внизу чтобы продать наверху соответственно вот это все уже куплены видишь она туда там стремится да и она вот там наверху будет продаваться нами же вне зависимости от того это существующая позиция или нет потому что наверху мы будем продавать они покупать вот и все вот вся система как я вижу трейдинг на форекс и сейчас